Всем привет! Меня зовут Марк Бартон и я рад приветствовать вас на своем YouTube-канале. Возможно, вы являетесь моим давним подписчиком, а может быть, только недавно появились здесь и интересуетесь темами, которые на протяжении шести лет я снимаю для вас, для того, чтобы вы становились счастливыми, работали над своими ошибками, диагностировали себя, ну и, конечно же, меняли свою жизнь к лучшему. И это видео я решил записать по одной простой причине. Дело в том, что я, просматривая многие видео, которые я сам снимал, вижу очень часто одних и тех же людей в комментариях с одними и теми же проблемами. Например, в видео давностью трех лет участница описывает проблему и говорит о том, что у нее никак не получается привести в порядок отношения с мужем, который является абьюзером. И я обнаруживаю ее же комментарии, ее же рассуждения уже сейчас, в настоящее время. То есть прошло три года, а в принципе ситуация никак не изменилась вообще. Одни и те же вопросы. Она общается на эти темы с другими подписчиками канала в комментариях. И я, просто заинтересовавшись данным феноменом, обнаружил вот эти соприкосновения очень часто. То есть огромное количество людей, даже прослушивая полезный материал, ничего не меняет в своей жизни. Есть предположение, что многие из этих людей подписаны и на другие YouTube-каналы, и в сфере психологии, и коучинга, и личностного роста. И получая там информацию, они тоже ничего не меняют. И безусловно, это настораживает. Потому что в современном мире есть достаточно много способов сделать так, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Безусловно, у кого-то нет возможности пойти к психологу. Прийти, заплатить деньги, находиться в регулярной терапии и тратить на это, например, в месяц по 30-40 тысяч рублей. А может быть и больше. Все зависит от стоимости услуг психолога. У кого-то нет возможности пройти, например, какую-то программу терапевтическую, за которую тоже нужно заплатить. Где-то 15, где-то 20, а где-то может быть и 120 тысяч. И возникает вопрос, что этому человеку делать? Вот просто ждать момента, когда все само собой образумится, и вы проснете счастливым человеком? Ну, мне кажется, это абсолютно бессмысленно. И в свое время, если вы помните, вместо этого видео было другое видео, где я рассказывал вам про нашу диагностическую программу «Я такая одна удобная или уникальная». Кстати, выпускниками которой стало более 2,5 миллиона человек. Представляете, женщин. 2,5 миллиона женщин прошли программу «Я такая одна удобная или уникальная». Причем это женщина со всего мира. И, возможно, кто-то из вас принимал участие в моей терапевтической платной программе. «Я женщина», а может быть, в программе «Сексуальный интеллект». И, безусловно, когда ты взаимодействуешь с аудиторией, ты изучаешь ее. И мы также решили изучить аудиторию свою и осознали очень простую, но важную для нас вещь. У большей части женщин нет, к сожалению, финансовой возможности регулярно находиться в векторе ментального здоровья и поддерживать себя психологически и психотерапевтически. В результате, к чему мы пришли? Мы вместе с командой решили прекратить продажу каких-либо курсов, потому что тенденции меняются, мир меняется. И, конечно же, взаимодействие с аудиторией меняется, потому что за все эти 6 лет мы вас узнавали, знакомились с вами, вы знакомились со мной. В результате появилось сообщество «Министериум». Что такое сообщество «Министериум»? Это закрытое сообщество, куда невозможно попасть просто так с улицы, сказать «я вот сейчас подпишусь и буду в этом сообществе». Ни в коем случае. Почему? Дело в том, что мы создали это сообщество для женщин и для мужчин в том числе, которые хотят привести в свою психологическую зрелость в порядок, привести в порядок самооценку, сексуальность, отношения с детьми, отношения с противоположным полом. Для того, чтобы вы умели справляться со своим стрессом, для того, чтобы вы следили за своим здоровьем, за своим питанием, для того, чтобы у вас была возможность соприкасаться в общении с теми людьми, которые тоже выбрали осознанный путь развития. И что из себя представляет эта площадка? Вот смотрите. Если мы берем взаимодействие с психологами, на протяжении постоянного времени в рамках «Министериума» проводятся различные вебинары, лекции, сессии, зум-сессии, разборы, прямые эфиры. Какие-то провожу я, какие-то проводят члены моей команды. Темы, которые мы затрагиваем, абсолютно разные. Ну, например, внутри «Министериума» есть так называемая «Школа отношений». Туда может прийти абсолютно любой человек, не нужно никуда ездить. Главное, чтобы у вас интернет был. Вы выбираете себе вот эту дорожную карту отношений с мужчиной. Получаете там материал. В какой-то момент вы заинтересовались, например, медитациями. Захотели помедитировать, либо послушать психотерапевтическую сказку. Зашли в определенный раздел. Захотели прокачать свою сексуальность, женственность. Зашли в другой раздел. И «Министериум» развивается. С каждым днем мы все круче и круче прорабатываем методологию. Разрабатываем внедрение совершенно новых продуктов. Более того, в рамках «Министериума» у вас есть возможность получать и экстренную психологическую помощь. Жизнь очень непредсказуема. Мало ли что произошло. Вы можете в любой момент поднять трубку телефонную, взять ее в руки, позвонить на горячую линию нашего кризисного центра и повзаимодействовать с профессиональным кризисным психологом, который поможет в короткое время привести вас в норму. Сообщество «Министериум» – это действительно, я скажу, такой ноу-хау, потому что сейчас в современном мире мы очень часто сталкиваемся с переменчивостью, с изменениями, как во взаимодействии людей друг с другом. Это касается и семьи. Если посмотрим на статистику разводов, она ужасная. 70% пар разводится, более 60% женщин самостоятельно воспитывают своих детей без мужчины. Огромное количество женщин просто не может выйти замуж. Мужчины не могут построить отношения с женщиной. Кто-то страдает постоянной тревожностью. Если посмотреть на здоровье многих людей, она тоже оставляет желать лучшего. И данное сообщество создано для того, чтобы вы были и психологически здоровыми, и физически здоровыми. Чтобы у вас была возможность поддерживать себя, общаться с людьми, знакомиться, возможно, встречаться с этими людьми, проходить терапевтические программы, при этом находиться в постоянном векторе развития. И я часто, если вы замечаете, в своих видео использую какие-то цитаты из Библии, например. И мне очень нравится фраза «худые сообщества развращают добрые нравы». А что такое худое сообщество и добрые нравы? Вот у вас может быть цель стать счастливым, успешным человеком. Найти свое предназначение, карьера, бизнес, деньги. Возможно, найти отношения. Но ваше окружение является, как говорится в Библии, худым. Так что, худые сообщества. Сообщества, которые влияют на вашу самооценку. Сообщества, которые влияют на ваши решения. Сообщества, которые влияют на значимость вашей личности. Сообщества, которые погружают вас в такие низкие вибрации. И вы не можете понять, почему я, стремясь к успеху, к развитию, к отношениям счастливым, к деньгам, у меня не получается. И как только я перестаю взаимодействовать вот с такими сообществами, а при этом переключаю свой фокус внимания на тех людей, которые хотят развития, хотят успеха, которые хотят осознанности, многомерности, я формирую совершенно новое окружение. Вот такое окружение вы можете сформировать у нас в сообществе Министериум. И вы там можете находиться по подписке. Это подписка и условия, по которым вы можете стать участником данного сообщества. Вы с ними можете познакомиться, перейдя по ссылке под этим видео, по ссылке Министериум, и вы более подробно изучите на то, что мы вам предлагаем в рамках нашего сообщества. Более того, возможно, если кто-то из вас сейчас сомневается, а такое может быть, вы имеете на это право. У нас есть телеграм-канал Barton Life, где я делюсь своими мыслями, где я рассказываю о каких-то своих наблюдениях, где-то частично и свою жизнь показываю, и мы поднимаем какие-то горячие, волнующие и нас, и в целом общество, и мир темы. Поэтому также под этим видео вы можете перейти по ссылке и подписаться на мой телеграм-канал Barton Life. Давайте себе представим такую ситуацию. Вот у вас есть телефон, у вас он тоже есть. И мы очень часто, пользуясь телефоном, даже не предполагаем, что то время, которое мы тратим на путешествия по социальным сетям, на какую-то бессмысленную переписку, в общем, в пустую потраченное время, а в пустую потраченное время – это в пустую потраченные жизни годы. А представьте себе, вот, допустим, я сейчас захожу в наше сообщество, в министериум, и понимаю, да, что вот здесь, например, есть общение участников, ну, такой некий форум-министериум, где мужчины и женщины взаимодействуют с собой, такая болталка. Они, может, могут поговорить, могут посплетничать даже, пообсуждать какие-то темы, узнать, кто из какого города. Вот, например, тут кто-то выкладывает какие-то изделия из глины, а какая-то женщина может поделиться там рецептом тортика, какие-то книжки друг другу рекомендуют, желаю доброго утра, солнышки, сердечки. Ну, как бы это, знаете, такая очень закрытая тусовка онлайн, которая позволяет чувствовать себя сопричастным к тем людям, которых объединяет единые цели. Ну, например, вот мы можем взять даже раздел отношения с партнером. Заходим в него. Я понимаю, здесь огромное количество материала. Например, там, работа с метафорическими картами, обсуждение вопросов созависимости и контрзависимости через зум-сессию с психологами. То есть в каждом разделе есть определенная дорожная карта, которую вы самостоятельно себе выбираете. Ну, допустим, в разделе детско-родительские отношения, такого-то числа состоится двухчасовой вебинар о том, как наладить отношения, например, с подростком. А потом появится информация о том, как не упустить возрастные этапы взросления ребенка, например. Захотели вы зайти и познакомиться с материалом про секс 18+. Провалились в данный раздел, и видите здесь и информацию, и общение с психологами, и анонс вебинаров, и анонс курсов в том числе. Например, можно зайти в самооценку, а можно зайти, например, в медитации. Вот я вам сейчас включу, хотите? Послушайте. Сказка о лунном лесе и сердце совы. В далекой стране, где звезды танцевали на небесах, а луна нежно обнимала землю своим серебристым светом, находился таинственный лунный лес. Задача состоит в чем? В том, чтобы у вас была возможность находиться в такой экосистеме, где вы следите за своим здоровьем, развиваетесь и становитесь счастливыми. Я с удовольствием жду вас в нашем сообществе Министериум. Буду рад взаимодействовать с вами, с вашей осознанностью, ну и, конечно же, вся команда, которая сопричастна к созданию Министериума, к его продвижению, а также с распростертыми объятиями будет ожидать встречи с вами в нашем сообществе. Всем до встречи.